Когда сварила рис в мультиварке и попросила мужа убрать его в холодильник? Блин, ну там же чашка есть специальная металлическая, ее можно достать из мультиварки, разве нет? Ну, у меня так. В общем, я не настолько дурной. Я купила торт. Оказывается, торты можно покупать даже если нет никакого праздника. Они даже не проверяют. Имя Светлана, греческая Светланос, переводится как продуктовый магазин у дома. Чё, серьёзно? С какого языка? А, с греческого. Чё? С древнегреческого? Ещё одна пугающая тыква на Хэллоуин. Ну, это действительно страшно. Повешу гордины, люстру, сантехника, электрика. Сергей. Сантехник. Зачем? Сильный человек это тот, кто может почистить галерею фотографий. Я не могу, я уже не в состоянии. Там очень много фоток. Мне кажется, когда у меня телефон забьётся полностью, я просто всё с копом скину на комп, почищу полностью и буду заново забивать. Ща. Таинственный временной промежуток. Значит, от одной минуты до следующего прилёта кометы Галея. Один раз в 75 лет. Русские во время Хэллоуина. Я сделал самый страшный фонарь. Прожиточный минимум. Но у меня всё равно страшнее. Один процент зарядки. Я с вами поспорю, молодой человек. Экспресса, ихний, в общем. Иностранцы. Ребят, вы праздник не так поняли. Заткнись и возьми мои деньги. Практичная дверь. Фото с Марса, фото с камер охраны банка. Не хватает ещё фото НЛО. А вот и НЛО. Это всего лишь тень от тарелок на крыше и включённая люстра в квартире. От тарелок инопланетян, да? Кто пишет, а РЕН-ТВ уже выехали. Ну вот, правильно. Трудно представить, чего смогут добиться люди с помощью компьютеров через 30 лет. Умная камера весь матч снимала голову судьи, приняв её за футбольный мяч. Профилактика сколиоза звучит как заклинание из Гарри Поттера. Но вообще-то нужно произносить сколи-оза, а не сколиоза. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. Всем фанатам Гарри Поттера привет. Остальным соболезную. И, кстати, у меня уже целых два ролика на канале с мемами по вселенной Гарри Поттера. Если не видели, зацените. Но это так, отступление. А сегодня у нас новый выпуск Мемозга. И поехали. Мой папа вырос в деревне. Больше всего меня впечатлила история, как домашнюю утку увёл дикий селезень. Папа нашёл беглянку на лугу недалеко от дома. Рядом с ней сидел её мужчина, периодически улетая и прилетая обратно к ней. Бедная утка так громко крякала и не могла улететь за любимым, потому что была сильно толстая и просто не могла взлететь. Прям по-женски так жалко её. Кто пишет, улетают утки в тёплые края, а одна не может. Жирная, как я. Эпилог. Когда тебе сказали, что это универсальное платье Уася? И помимо выпускного ты его ещё сто раз наденешь. Ну, конечно. Илон Маск подарил патенты Тесла всему человечеству. Теперь любая компания может использовать наработки Тесла в своих проектах. В каких интересных, блин? В разработке её мобиля? Ну ладно. Кто пишет, ждём Лада Теслина с вечно отваливающейся вилкой. Ну, был же уже её мобиль. Шот не завёлся, походу. Когда с пацанами живёте в разных часовых поясах? Сори, ребят, мне нужно идти. Да, мне тоже. Теперь вы становитесь лидером группы. На Ирландию обрушился тропический шторм Офелия. За одну ночь Офелия сорвала почти весь урожай яблок и выстрелила его ровным и аккуратным ковром. Кто пишет, какой, однако, ураган эстет? Так аккуратно яблоки выложил. Эх, мне бы туда, в классе в седьмом. Ну, я просто в этом возрасте ездил в плодопитовник собирать яблоки. И таким образом подрабатывал. Причём зарабатывал, я вам скажу, примерно 100 рублей в день. За почти 12-часовую смену. Ужас! Киберпанк наступил. Кто пишет, теперь, когда засыпаешь, обводить узоры нужно не пальцем, а лазерной указкой. Друг, я купил ноут, потому что он компактный и мобильный. Я интеллектуал. У меня с самого детства была идея, просто раньше не было ноутбуков, были только стационарные компьютеры вот такие. И я просто мечтал сделать так, чтобы комп можно было брать с собой. И пофигу, что он здоровый, таскать его придётся там на тележке возить, я не знаю. В общем, я пытался придумать, как запитать комп от, например, автомобильного аккумулятора. А это можно сделать на самом деле. Не пробуйте, но теоретически это можно сделать. Но сделать рабочий экземпляр руки у меня так и не дошли. Ну и слава богу, я так думаю. А, ну а потом появились ноутбуки, и вопрос отпал сам собой. Когда наконец-то признался самому себе, что не собираешься сегодня делать срочные и важные дела, и смирился с этой мыслью. Наконец-то, внутренний покой. Инженеры из Дисней создали робота, реалистично имитирующего человеческий взгляд. О, да, реалистично. По утрам особенно. Или когда домой поздно пришёл, и жена такая. Ну или мама. Неважно. Если ты читаешь это сообщение, значит вот уже 20-й год ты находишься в коме. Чего, блин? Мы испытываем новую технологию, мы не знаем когда и где в твоём сне ты увидишь это сообщение. Проснись, пожалуйста, мы всё ещё ждём и любим тебя. Слышал? Просыпайся. Просыпайся, вставай, в школу пора. Прикиньте, вы правда сейчас просыпаетесь, а у вас мама будет. А, лол. Прикиньте, кто-то поверил. Ну ладно. Кто пишет, и здесь сомнения закрались в мою голову, а что если это действительно так? Вот и я протош. Молния Максим, это молния Таврия. Торт для моей сумасшедшей жены, которая не любит сладкое. Стейки маринованный лук, острые огурцы и томатный соус в нежном креме из картофельного пюре. Всё на булочке с кунжутом просто так. Ведьмы не стареют. Ага. Ещё и сверху кремом. А, крем из картофельного пюре. Всё, понял, вопросов нет. Знаете, я делал репост этого поста некоторое время назад и внезапно вылез из финансовых проблем, из-за которых меня хотели выгнать из школы за несколько месяцев до выпуска. Мне позвонили из финансовой поддержки и сказали, что произошла какая-то ошибка, и теперь они должны мне денег. Лол. Кто пишет, в последний раз, когда я делал репост денежного котика, я выиграла подарочную карту на 100 долларов на работе. Ещё кто пишет, я давно делал репост ради фана, и батя дал мне 50 евро просто так, ребята, это работает. Денежный котик, ну поделитесь роликом с друзьями, вдруг сработает. Данил пишет, прикиньте, я 7 лет назад лайкнул собачку, приносящую деньги, и сегодня нашёл 50 копеек на дороге. Офигеть. Владислав пишет, а чё так мало? Я вот нашёл целых 5 рублей на прошлой неделе, когда лайкнул денежного краба. В общем, вы поняли, да? Поставьте денежный лайк под видео, подпишитесь на канал, и поделитесь роликом с друзьями. Вот 10 друзьям рассылайте, всё, всё работает, будете богаты. Ну, правда. Бабушка психанула. Да жалко же чехол, по грязи ездить жалко. В Донецке построили здорового автобота. Финальный босс 2020 года. Хорошо, что не в Чернобыле. А то там бон правда мог ожить. Ну, нет никаких подтверждений этому. Ну, просто, ну, представьте, что мог ожить. Чуваки, которые выгуливают свою собаку без поводка, такие. Не бойся, он дружелюбный. И собака на тебя такая смотрит, скалится, такая рычит. Глаза кровью налитые, такая. Да не бойся, он дружелюбный, не кусается. Когда на улице минус один? Моё время пришло. О, да, вот люблю подштанники, вот именно с такими подпяточниками. Блин, господи, почему я разговаривал, как старый дед? Мне же даже 30 еще нет. Мне 27 лет, а я уже люблю подштанники с подпяточником. Ладно, давайте дальше. Пошел десятый день моего... Ну, сегодня последний раз обожрусь, а завтра начну нормально питаться. У меня уже десятый год пошел. Никто. Правый контрол на клавиатуре. Проклятие, никто здесь не воспринимает меня всерьез. О, это же Джоджо. Правильно. Я угадал? Фанаты Джоджо, напишите. А то в ролике с Анучей я не угадал Джоджо, и меня потом обвиняли в комментах. Но я посмотрел, целый сезон Джоджо. Мне понравилось, но смотреть я дальше не стал. Мой батя с Nokia 3310, когда ему говорят, что в дорогом айфоне можно вставлять зарядку любой стороной. Хо-хо-хо, да что ты говоришь? Любая доставка. Я смогу принять заказ только после 17.00. Доставка. Хорошо. 9.00 утра. Доставка. Здравствуйте, будете дома в ближайший час? Ах, это же моя жизнь. Люблю выцарапывать пугающие вещи на бананах в магазине, чтобы когда люди приносили их домой, спустя несколько часов слова проявлялись, и они думали, будто призраки знают их тайны. Кто пишет, теперь у меня новое любимое занятие. Блин, а это ж сработает, правда, если на банане нацарапать, оно видно сильно не будет, а потом, когда он чуть полежит, то проявится надпись. Можно написать что-нибудь типа тайное, комната снова открыта в холодильнике. Когда ты высокого роста и видишь, что в магазине кто-то не может дотянуться до верхней полки, мой долг предложить помощь, ведь таков закон гигантов, согласен. Я тоже частенько предлагаю помочь. Специально стараюсь не богатеть, чтобы точно знать, что нравлюсь девушкам из-за своего внутреннего мира, а не из-за денег. Еле сдерживаюсь. Ну, главное думать позитивно. Если ты в это веришь, то окей. Короче, знаешь, что я подумал? Если у меня будет дочь, я назову её Майонез. Все будут звать её сокращённо Майя и думать, что это не полное имя. А потом в неё влюбится какой-то парень и захочет жениться, а потом на свадьбе священник спросит у него. Готов ли ты взять Майонез с жёны? Должен признаться, я твой большой фанат. Яйца на шампурах. Готов поспорить, что никто так не делал. Если правильно проткнуть, то получите неплохое запечённое яйцо. Ну, по выражению Гордона Рамзи, вы поняли, что он должен сказать. Наконец-то нормальная, блин, еда. Всегда актуально. Цветы. Не деньги на ветер. Кто пишет, продавщица походу. О, у нас в Ростове есть ларёк похожий, цветочный. Это случайно не там фотка сделана? Как развлекаются по выходным люди, которым за 25 лет? Я не только по выходным так развлекаюсь. Господи. Я. Помидоры, мои помидоры, как я вас люблю, как приятно думать о вас. Помидоры. Кто пишет, пока что мы едим овощи, но когда-нибудь овощи будут есть нас. Крипово. Давайте дальше. Как измерить силушку богатырскую? Нужно умножить массушку на ускореннице. Гениально. Подарил маме робот-пылесос, но она им практически не пользуется, потому что ей его жалко. Интересно, что меня в детстве заставлять убираться ей было не жалко. Так, мамуля, погоди. Так выглядит идеальный костюм для Хэллоуина в 2020 году. Прикольно. Блин, я обожгла губу выпрямителем. Усы выпрямляла? Нет, губу закатывала. Почему твой-твой мозг игнорирует второе слово «твой»? Не игнорирует. Так, стоп. Ничего не стоп. Нормально я прочитал с первого раза «твой-твой». Как и написано. Биотуалет. Это просто чья-то заначка на случай карантина. Торг уместен для многодетной семьи? Мы тоже многодетные. Дороже возьмёте? Вы смеете использовать мои же заклинания против меня, Поттер? Септум Сэмбра. Я в восторге от того, как мой брат и его девушка нарядились на Хэллоуин. Ой, я помню таких солдатиков. Всегда с отожванными бушками у меня лежали. Песня, которая мне нравилась 10 лет назад, но я забыл про неё. Я случайно наткнувшись на неё в сети. Кто пишет, какая жиза? И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Подписывайтесь на канал, поддерживайте ролик лайком и нажимайте в колокольчик, ну, чтоб не пропускать новые ролики. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!